В этом видео я хочу рассказать о комплексной защите вашего сайта под управлением Joomla Компонент Security Check Компонент защищает как от хакерских атак, от всевозможных инъекций, защита админки паролем, защита от спама и многое-многое другое Меня зовут Федор Васильев и поехали! Итак, в этом видео я хочу познакомить вас с компонентом для Joomla Security Check Сейчас вы видите сайт разработчика Ссылку на данную страницу я приложу в описании под этим видео Можете перейти и ознакомиться Компонент платный, естественно, и в этом видео я буду рассказывать, как настроить его под наш сайт и посмотреть, какие виды защиты в нем существуют Данный компонент это серьезное решение для защиты от взлома вашего сайта Если вы не используете никакой компонент защиты, а просто следите за обновлениями Joomla, возможно это будет недостаточно Этот компонент следит практически за всем, что происходит на вашем сайте И более подробно в этих видео Здесь, на этом сайте, вы можете перейти, например, подписаться сейчас И увидеть тарифную сетку Но прежде чем что-то покупать, в этом видео я вам покажу, как работает данный компонент на Pro-версии На момент записи видео я буду использовать Joomla 3.9.1 версия В данном случае пока используют специально 3.9.0, то есть уже устаревшую Чтобы показать вам, как это все видно, как это все работает в компоненте Security Check Я буду использовать компонент Security Check Pro версии 3.1.4 То есть последнюю версию на момент записи видео Итак, есть у меня тестовый сайт Специально он у меня не обновлен до последней версии Также есть расширение, которое требуется обновить Чтобы наглядно вам показать, как это все отслеживается в компоненте защиты Сам компонент еще на сайте не установлен Давайте приступим к установке Переходим, как обычно, расширение Установить Security Check И как обычно устанавливаем Компонент достаточно объемный У меня вылезла ошибка Ограничение на объем загружаемого файла на сервер Если мы с вами посмотрим на компонент Он весит достаточно увесисто 5 мегабайт 23 И заодно в этом видео я тогда покажу вам Как можно установить его из папки Например, TMP Многие спрашивают у меня Вот тоже возникает ошибка, что не могут закачать То есть тут можно либо обратиться на сервер То есть на ваш хостинг, чтобы вам увеличили этот объем Создать в тикете запрос Либо это тоже есть в основных настройках Возможность задан маленький там объем загружаемого файла Но я всегда не заморачиваюсь, а просто загружаю из папки Потому что это самое простое, на мой взгляд То есть смотрите, вот видите, у нас есть установка из каталога И здесь установить из каталога То есть путь у меня здесь до папки TMP Мы просто в эту папку TMP можем Через FTP или через файловый менеджер хостинга Загрузить наш архив И он установится отсюда Давайте это произведем То есть надо сейчас авторизоваться в хостинг панели Так, я вошел в хостинг Захожу в диспетчер файлов Захожу в свой домен То есть я захожу в корневой домен Где у меня идет структура файлов и папок моего сайта Вот здесь внизу есть папка TMP Заходим в нее И прямо в архиве здесь Нажимаю отправить То есть архив именно с компонентом Переношу сюда Пускаем загружается Сейчас мы его распакуем Итак, нужно дождаться пока индикация засветится таким зеленым цветом Значит архив полностью у меня загрузился на моем хостинге Возвращаюсь в папку, куда я загрузил данный архив Вот он здесь находится Выделяем его И нажимаю на ссылку извлечь Здесь у нас указан путь То есть мы видим в папку TMP Нажимаю на эту кнопку Происходит распаковка Здесь в этом окошке нажимаю Close Закрываем Видим папку с данным архивом Сам архив здесь нам больше не нужен Выделяю я его И нажимаю удалить Пропустить корзину Что мы делаем дальше? То есть вот у нас есть папка Если я в нее зайду Вот все папки и файлы самого компонента Нажимаю на один уровень выше Что мы делаем? Я выделяю название папки Возвращаюсь на вкладку установки компонента То есть именно на вкладку установить из каталога Вот у нас путь до папки TMP Дальше я проставляю Слэш И название папки То есть из этой папки нужно произвести установку После этого я нажимаю на кнопку проверить И установить После этого мы видим с вами сообщение Что у нас установка успешно произведена И таким образом вы можете установить любой компонент Который у вас не устанавливается стандартным способом По разным причинам Либо это огромный размер Либо ограничение сервера Видим что здесь у нас что установилось Что-то отключено Будем поэтапно разбирать Как я уже говорил ранее Security Check Pro Это комплексная защита вашего сайта От различных атак И другой вид защиты Защита от спама и так далее Находится компонент Там же где и все компоненты Компоненты и Security Check Pro Заходим И давайте посмотрим что мы здесь видим На первом экране где нам нужно установить ID-индификатор То есть если вы купили компонент То у вас должен быть индификатор Вы кликайте на кнопку И проставляете индификатор здесь Сохраняйтесь Это нужно сделать для того Здесь в принципе описано Что потом иметь возможность автоматически обновляться На свежей версии компонента Изначально мы с вами смотрим Вот сюда вот Общий статус безопасности То есть после установки Он уже у нас Защищает нас На 65% Нам желательно здесь Настроить компонент так Чтобы он нас защищал на 100% Давайте по порядку начнем Вот Web Firewall статус Это можно отключить Но лучше этого не делать Это у нас с вами Общая защита Она у нас работает уже Web Firewall То есть это типа антивирус На нашем сайте Он уже включен и работает Дальше Cron Это планировщик Он у нас сейчас Выключен Написано Отключено И красной рамочкой Помечено Дойдем до него позже Пускай пока будет отключен Статус обновления баз данных Это дополнительный плагин Который ставится Покупается отдельно Он тоже Желательно его установить И здесь еще есть защита от спама Это кстати бесплатный плагин Его можете скачать с сайта разработчика То есть если вы нажмете Вот здесь подробнее У вас перебросит на страницу Разработчика С более расширенной информацией О данном плагине На самом деле он бесплатный Я уже его скачал И сейчас я установлю Дополнительный плагин Это связанность базы данных И защита от спама Я перехожу Также в установку Данные плагины Они маленькие И можно установить Стандартным способом Вот он Security Check Spam Protection Это защита от спама Значит И Update Database Это плагин Как раз таки Про версии Для работы с базой данных Я его переношу Устанавливается он Как обычно Дальше Устанавливаю Бесплатный плагин От спама Так установили Переходим с вами В плагины Я кликаю по ID Дважды Чтобы отсортировать Плагины наверху System То есть Системный плагин Security Check Spam Protection Защита от спама Если зайдем внутрь Здесь настроек Мы не видим Он включен Оставляем его таким А вот System Security Check Pro Update Database Плагин Он отключен Здесь нужно Поставить идентификатор Если вы купите этот плагин Чтобы также обновлять Данный плагин Я его включаю Сохранить Закрыть Плагин включен Смотрите После включения Вот этих двух плагинов Что происходит Мы переходим с вами В Security Check И видим Помечаются они Зеленой рамочкой Оба То есть Сейчас они Установлены И включены Также их можно Здесь отключить По надобности Нажать на кнопку Выключить Дальше Здесь будет показана Статистика История Подробности За различный Период времени Списки То есть Эту статистика Будет видно Уже позже Когда будем Пользоваться на сайте Здесь вы сможете Ниже ознакомиться Перейти на форум С документацией Слева мы видим Все возможности То есть Вот так вы можете Свернуть панель Возможности данного Компонента Будем поэтапно Их все смотреть Нам нужно настроить Нашу защиту Таким образом Чтобы защищал Компонент Еще лучше Чем изначально Смотрим на общий статус Здесь есть такая кнопка Проверить состояние Если мы сюда нажмем Мы попадаем на страницу Системная информация Здесь есть путь Как мы сюда попали И здесь есть еще Дополнительные вкладки И здесь мы можем Поэтапно настроить Тот или иной инструмент Который будет Так или иначе Работать на нас На нашу защиту Соответственно На эту систему Системную информацию На эту вкладку Можно перейти Из левого меню Здесь также есть Раскрывающиеся списки С дополнительным функционалом Итак Вот видите Такие блоки Здесь есть индикация 65 Естественно Она посвечится Желтым Значит защищено Сейчас у нас средний Так Она должна Вот эта индикация Показана быть Идеально зеленым И вот до конца Значит Все компоненты У нас активированы И у нас Элементы Которые у нас Уже включены Они помечаются Таким значком Ок А там где у нас Что-то не настроено У нас Здесь показывается Видите Предупреждение Выделено красным цветом И я специально Джумлу Не обновлял Вот смотрите Нам система говорит Джумла версия Устарела То есть Компонент Также вас предупреждает Security Check Pro О том что Желательно Вовремя обновлять Основные обновления На движок Джумла Почему Это нужно делать Вот вы здесь тоже В углу видите То есть на момент записи Сейчас Обновление Джумла У нас 3.9.1 А здесь 3.9 Соответственно Обновляться нужно Затем Что обновление Несут в себе Во-первых Исправление ошибок А во-вторых Закрытие каких-то дыр Так называемых Через которые Хакер Может проникнуть На ваш сайт То есть В админку Вашего сайта И первым Что надо Делом вам сделать Если у вас тоже Устаревшая версия Это обновить Сначала Джумлу Естественно Если у вас Это рабочий сайт Обязательно Сделайте Бэкап Полный бэкап Вашего сайта Бэкап сайта Бэкап базы данных И вот смотрите Что здесь происходит Здесь есть такая Маленькая иконочка Да Если мы сюда кликаем В этом блоке То нас сразу Перебрасывает На обновление Джумла И здесь мы видим Последняя версия 3.9.1 Мы просто нажимаем На кнопку То есть Установить обновление Со сервера Джумла Сейчас обновления Нам тут прилетят Дожидаемся Процесса загрузки Полной Вот этой индикации Когда нам сообщение Высветится Что у нас Джумла обновилась Итак Мы видим с вами сообщение Что сайт Обновился Возвращаемся с вами В компонент Статус здесь Уже смотрите Уже 75 Заходим по этой кнопочке Вот видите 75 уже показывает Уже зеленая индикация То есть Уже на 75% Считается Что мы защитились И здесь В этом блоке Показывает Джумла Последняя версия 3.9.1 И статус Ок Следующий блок Показывает Есть ли уязвимые Расширения То есть Это вообще Классный момент Этот блок Он показывает Если у вас Большинство Расширений И которые вы Давно не обновляли Система Security Check Pro Может также Найти уязвимость И также Здесь будет Подсвечиваться Какие расширения Вам нужно Обновить В данном случае У нас здесь Все хорошо Также Какие-то Вредоносные вещи Если будут Найдены Здесь тоже Будет Также Подсвечиваться Вы Здесь сразу Видите Какие-то Проблемы Если вы Сторонник Качать Расширения Которые вам Нужны Устанавливать Устанавливать На сайт С непроверенных Источников То есть Само расширение Является Коммерческим А вы Скачали Его С какого-то Сайта Бесплатного Сайта Установили На свой Сайт И Не можете Даже Подозревать Что там Что-то Есть Вредоносный Код Какие-то Ссылки И так далее И Установив Секрюйте Чек Про Он вам Сразу Покажет Где Есть Какие-то Проблемы В каком Компоненте Следующий Блок Есть ли Измененные Файлы Возможно Несанкционированные Изменения Ну Естественно Здесь Показывает Что у У меня Все Ок Так как Сайта У меня Тестовый Никто Не мог Зайти Или Какие-то Внести Изменения Есть ли Файлы С Неправильными Разрешениями То есть Здесь Будет Тоже Стоять Информация Если Какие-то Разрешения Стоят Неверно Включена Ли Внутренняя Защита Защита У нас Пока Не включена Видно Одна Проблема Была Обнаружена Здесь Есть Такая Кнопка Больше Информации Где Можно Более Детально Во Всплывающем Окне Ознакомиться Здесь Говорится О том Что У нас Бэкон Легко Доступен Для Всех Будем Разбираться Походу Дальше Смотрим Запретить Новые Учетные Записи Администраторов Ну Это Важный Момент Чтобы Вот Вы Администратор Не было Возможности Больше То есть Надо Закрыть Такую Возможность Чтобы Новые Администраторы Не Добавлялись Потому Что У администраторов Привилегия Прав доступа К сайту То есть Доступ Ко всему Сайту Естественно Если Вы Знаете Что Вы Админ На сайте Только Один Надо Здесь Запретить Это Внесет Некую Защиту Дополнительную К вашему Сайту Двухфакторная Антификация Я вам Сразу Покажу Это Неудобно То есть Мы будем Включать Только То Что Удобно Лично Нам Если Мы Перейдем То есть Нас Перебрасывает В плагин И Если Мы Перейдем Отключено Я Однажды Настроил Такую Антификацию Мне Это Не Понравилось Потому Что Это На самом Деле Может Быть Надо Просто Привыкнуть Это Очень Сильная Защита Но Она Очень Неудобная Отключено Есть Два Варианта Как Включить Двухфакторная Антификация От Гугла И Вот Есть Еще Один Вариант То есть Это Штатные Плагины Которые Отключены Они Идут Вместе С Джуму Бесплатные Плагины Здесь В принципе Можете Перейти Если Хотите Настроить Ознакомиться Перейти Более В подробное Описание И Это Можно В принципе Настроить Если Это Будет Настроено То В нашем Компоненте Security Check Про У нас Будет Показано Здесь Статус Окей Но Мы Настроим Только То Что Именно Нам Удобно И Полезно Я Лично Двухфакторную Антификацию Настраивать Не буду Если Вам У нас Это Настроено